Нагнетание готовности к переговорам. Давайте сюда перейдем. Понятно, что оно вызвано, свидетельствует тоже, как минимум, об этой усталости от войны. И о том, что, в общем-то, понимают, что и резервы, наверное, заканчиваются, а нужно же делать мину, что ты готов воевать в долгую. Как вы оцениваете на сегодняшний день Путин, насколько заинтересован уже в том, чтобы было долгожданно для него это перемирие? Я думаю, что реально он заинтересован в перемирии, потому что реально у них действительно положение тяжелое. Им нужно хотя бы передышка, хотя бы накопить силы и средства, хотя бы накопить новые какие-то возможности и материальные, и физические. Но Путин загнал себя в ловушку. То есть он же поставил такие условия, которые невыполнимы для украинской стороны. И теперь получается, что отменить эти условия – значит потерять лицо. То есть нужно… Понимаете, если бы Путин был умный, то он бы вообще ничего не говорил бы. Он бы поручал кому-то это говорить. Он бы получал это говорить Патрушеву, Шойгу, Герасимову, кому угодно. Ну, только не сам. Потому что если сам, то ты себя загоняешь в ловушку. И вот Путин слишком много наговорил сам. И это, к сожалению, вот такая вещь, которую, я надеюсь, понимают люди вокруг него, что он, ну, в общем, будет идти до конца. И что эта война не закончится при живом Путине. А, соответственно, если Путин будет мёртвый, то эта война реально может закончиться. Потому что тогда, вот это я говорил с самого начала, самый идеальный вариант вообще в Российской Федерации – это людям вокруг Путина сказать, что во всём виноват он. Это война одного человека, который всех заставил, всех собак повесить на него. И в лучшем случае сдать его в ГАГу в качестве военного преступника. А в худшем случае просто замочить. И тогда на него всё свернуть. И сказать, что давайте, ребята, теперь всё по-новой, с лица. Потому что того человека, который за это всё говорил, больше нету. Мы теперь готовы на совсем других условиях идти на переговоры. Вот. И это, кстати, украинская сторона, с моей точки зрения, очень правильно сделала, когда подписала документ, что вот лично с Путиным у нас переговоров никаких быть не может. Потому что таким образом вы открыли ворота для всех, которые вокруг Путина. Вот. Но Путин загнан в угол. И вот человек, мы помним всю эту историю с крысой, которую он сам гонял там железным прутом в детстве, и крысой, которая загнана в угол, ей, в общем, уже терять как бы нечего. Кстати, вот о смерти Путина. В настоящее время радио «Свобода», я думаю, вы видели, да, провели опрос 50 политологов из разных стран мира о возможности, в какой сценарий смены власти Российской Федерации они верят, на какой ставят. И там очень интересные цифры. 40% смерть Путина, 23% дворцовый переворот, то есть 63% в общей сложности. Ясно же, чем дворцовый переворот закончится. 9% поражения войск Российской Федерации в Украине, ну, там 8 реформы, 5% в революцию даже верят, ну, и 3% есть наивных, которые верят в добровольный уход Путина. Вот вы бы на что поставили из перечисленных? Абсолютно именно в таком же раскладе. То есть смерть Путина физической, вот если просто он умирает, то это меняет кардинально сразу ситуацию. Абсолютно сразу. Плюс военный переворот внутри, то есть государственный переворот внутри. Но этот государственный... Почему? Потому что, смотрите, вот когда, допустим, была революция. Почему я не верю в революцию? Потому что у революции нет той силы, которая известна обществу. То есть, грубо говоря, вот смотрите, когда там была революция 17-го года, февральская или какая-то, там были партии, которые известны всем, и они выступали как оппозиционные партии. И они говорили, что мы не согласны, и мы предлагаем какую-то программу. Сейчас никаких партий нету внутри Российской Федерации. То есть последнего человека Навального убили. Но на самом деле то, что настроение людей готово к тому, чтобы принять кого угодно, кто придет, это мы видели по Надеждину. Надеждин такую надежду дал, и поэтому его задвинули. Это мы видели по Дунцовой. То есть ожидания есть. И люди устали на самом деле. Они просто не готовы выходить сами на баррикады. Это видели мы, кстати, по Пригожину. То есть когда Пригожин шел, ведь за него же никто не вышел за Путина отдавать голову совершенно. То есть люди просто сидели и ждали. И с таким любопытством даже. То есть я в революцию не верю совсем. И даже поражение, если армии, то я не верю в то, что оно спровоцирует какие-то массовые митинги. Вот армия там потеряла. Потому что, строго говоря, вы знаете, если армия потеряла, то ее же и расстреляют. То есть, грубо говоря, если они вернутся и скажут, что типа «а мы проиграли войну», а скажут «ну вот вы воевали, мы вас у себя здесь к стенке и поставим, потому что вы проиграли». То есть здесь нет автоматического того, что это из-за Путина, который начал войну. Вот нет такого ощущения, по-моему, у россиян у них не складывается. Это у них когнитивный диссонанс. Они не складывают то, что все проблемы, которые есть в Российской Федерации за последние 20 лет, это все Путин. Это конкретно Путин. Потому что даже когда у них дамбу прорвало, они говорят, записывают видос какой? Путин, спаси! Путин, спаси! То есть они даже сейчас считают, что это у них мэр такой плохой местный, губернатор плохой. Они понимают, что Путин назначил их губернатора, что при их губернаторе назначили их мэра, и что виноват во всем Путин, что надо не Путин спасти, а Путин уйди, причем не в виде просьбы, а в виде требований. Путин.